Продажи кнопочных телефонов Радиостанция «Бизнес.ФМ Барнаул» решила выяснить, наблюдается ли похожий тренд, о котором говорят федералы в Сибири и Алтайском крае, или это большее создание искусственного ажиотажа. Представитель одного из операторов связи «Большой четверки» рассказал, что значительных изменений спроса на кнопочные устройства в салонах не наблюдается, да и в целом сложно вычленить эту категорию товаров из общего объема продаж из-за незначительной доли спроса. Цитируем его слова. Цифры слишком маленькие, чтобы говорить о каких-то трендах. Я не исключаю, что спрос на кнопочные мобильные телефоны вырастет. Может быть в абсолютах он вырастет даже заметно, но это будет понятно через 2-4 месяца. И будет зависеть не столько от покупок той категории людей, о которой вы говорите, сколько от общих трендов. Может быть у оптовых ритейлеров, которые очень-очень много устройств продают, как-то изменится цифра. А в салонах связи вряд ли мы заметим прям сильное изменение. Конец цитаты. Вместе с тем эксперт отметил, что в России есть запас кнопочных телефонов и проблемы с наличием устройств в магазинах вряд ли могут возникнуть. Представитель компании МТС также рассказала, что не наблюдает тренда на увеличение продаж кнопочных телефонов в Сибири. По словам собеседницы, количество мобилизованных в Алтайском крае не дадут ощутимого роста спроса. Редакция бизнеса ФМ Барнаул позвонила в некоторые барнаульские салоны сотовой связи. Собеседники также не подтвердили увеличение спроса на кнопочные устройства. Продолжает представитель компании Рембаза. Продолжает собеседник из компании Планета Связи. Судя по результатам нашего мини-исследования, увеличения спроса на кнопочные телефоны в Алтайском крае и Сибири нет. Вероятно, распространяя информацию об обратном, кто-то пытается использовать ситуацию и искусственно подогреть интерес к этому товару. Вырастет ли спрос в будущем, пока непонятно. Возможно и нет. Ведь по информации от властей, даже кнопочными телефонами, мобилизованные во время службы, не смогут пользоваться постоянно. Их будут выдавать лишь в определенное распорядком дня время. Анастасия Войцеховская, Бизнес ФМ Барнаул.